В середине марта 2016 года Совет директоров Шереметьева решил взять подрядчиком строительства его нового терминала компанию Renaissance Construction, уходящую корнями в Турцию. Но как же эмбарго на турецкие продукты? Как же удар в спину пособников-террористов? И вот почти частная теперь компания Шереметьева и не думает присоединяться к российским санкциям против Турции. Как так получается в вопросе санкций против Турции и каково положение дел с государственным суверенитетом России, рассказал эксперт на кануне ТВ руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Понятно, что это никак не вяжется с официальными заявлениями, это никак не вяжется с официально декларированной политикой. Теоретически это возможно, потому что санкции не распространялись официально на строительные работы. Это возможно, если конкурс на строительство проводился до введения санкций с формальной точки зрения. Ну а содержательное это издевательство, на мой взгляд, потому что это наглядная демонстрация того, что люди, которые верят официальному заявлению, они оказываются у дурака. Те, кто сейчас у власти, так называемые либералы, они как раз и способствуют тому, что государственные решения и решения частных лиц могут и расходятся. Но возникает вопрос, а что если завтра либералы решат поставить, скажем, министром какого-нибудь иностранца, как на Украине? Тогда что? Простите, пожалуйста, в нас недалеко вчера официальный министр экономического развития Российской Федерации господин Убегаев встретился с послом Соединенных Штатов Америки господином Тештон, который вообще имеет репутацию организатора нескольких цветных революций, для того, чтобы, насколько можно судить по официальному заявлению, чтобы заверить его в допуске американских корпораций, американского бизнеса, приватизации стратегически значимых объектов Российской Федерации. А зачем нам нужна Яреська, когда у нас есть Убегаев, Творкович, Фуалов, Медведев? Основные годы, пожалуйста, в 90-х годах сейчас здесь сидят. Так что же, Улюкаев с потрохами сдает российский суверенитет, и Шереметьево идет по тому же пути? Или уже нет никакого суверенитета? Государственного суверенитета Российской Федерации не существует, когда вы храните все свои деньги. Причем и государство хранит колоссальные деньги, почти все свои деньги, и наш правящий элит хранит свои деньги. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Подписывайтесь на канал «Экспертное мнение»!